всем привет добро пожаловать на мой канал сегодня у меня новый творческий влог обычно я снимаю хоппи влоги но так я обозначаю именно раскраски но у меня будут еще на канале мыльные влоги и под названием творческий влог я буду ну не знаю может быть будет отдельно вязальный влог посмотрим пока решила все вместе снимать посмотрим как я его назову сейчас я достала такой и киевский чемодан черный вот длинным может многие знают решила перебрать что тут есть для лоскутного шитья вообще у меня лоскутным шитьем мама увлекалась и в основном все это она покупала но это уже немножко увлекалась принципе у меня и книжки по лоскутному шитью там мы тоже с мамой увлекались вот но сейчас я почему сюда залезла мне это как бы и самой пригодится но меня моя ученица попросила поискать она собирается делать новогоднего эльфика потому что мы тут с ней ходили по разным магазинам и не могли никак найти не с готового эльфика никаких то заготовок поэтому она купила несколько пупсов на авито и сейчас ищет какой-нибудь подходящую ткань вот поэтому смотрите какая прелесть тоже откуда-то такая милота невероятная вот ей нужно именно зеленая яркая ткань но я нашла одно полотенце но она немножко как бы сейчас покажу не совсем тот вариант вот такой вот он конечно не совсем подходит но то что тут цветочки это можно задекорировать не проблема а так конечно цвет но не совсем то что нужно еще я из зеленого нашла вот такую из фикс прайса на облочку теории можно и у меня есть еще вот такое вот полотенце то есть ну по пока я все это откладываю в сторону и хочу посмотреть тут вообще зеленый мне как бы цвет нравится но вот это очень старое что-то такое это я помню еще при дедушке было что-то у него было такое я не помню это мама все покупала тут вот видите разные ткани короче я решила по перебирать немножечко запасе ки тут вот и в клеточку и такие цветы это по моему я что-то такое маме отдавала это уже мама приобретала где-то вот красивая ткань вот это это я себе платье сшила когда-то осталось вот эта красивая ткань не на самом деле вот полно всего но конкретно зеленого вообще напасть ладно будем перебирать дальше вдруг но это вот постельное белье когда-то было тоже вот ой пыль по моему хотя странно все закрыто это моя бывшая пижамка ну тут просто и по покупалась и что-то как бы когда там одежда выходила из строя короче если решу заняться лоскутным шитьем то будет классно так а это что у нас флизелин что лили как он там назывался тут мама что-то делала такое интересное вот это в горошек я отдавала маме не помню откуда у меня ты какая красота посмотрите какая расцветочка вот это тоже неплохо вот вот это красиво тут прям такие большие отрезы до всех всех цветов вот нежнятинка такая классно я даже уже примерно знаю для чего буду это применять но это потом вот эта ткань это моя я когда-то шила балетную обувь на заказ и вот такие балетки тоже у нас были да это еще вот флизелин вот это даже наверное а это тоже какой-то другой вариант то шторы остатки ткани тут вот еще вот всякая нежнятинка но вот проблема в том что не вижу я ничего зеленого это вообще странно потому что мы с мамой зеленый цвет то не мама любила и я и почему тут у нас ничего такого подходящего не находится это прям капец как странно здесь надо посмотреть что такое я люблю что нет такое творческое перебирать а ну вот это мое уже это я тут шила и соответственно у меня какое-то платье себе шило из шифона жатты тогда на выкина был чудесный магазинчик а у меня тут даже балетная обувь заготовки во все верно по много тут заготовок всяких это тоже я и балетки у меня здесь выкроены у меня кстати где-то много собранных но недоделанных разных размеров теории это можно сделать красотище просто но это все сгодится и пустится в дело так что здесь здесь тоже вот что-то яркое такое короче надо искать возможно в каких-то полотенцах я по-прежнему в поисках чего-нибудь зеленого но по итогу пока что ничего не нашла такого ну разве что мы как раз с ученицами когда тянемся используем еще вот такие шарфики но в принципе если взять зеленую ткань и поверх еще вот это может быть даже сойдет но тоже не факт но я нашла для себя много чего интересного потому что тут вот всякие разные полотенца абсолютно новые прихватки то что там маме дарили на работе ну и так далее я все это по вакуумным пакетам у меня хранится в шкафу что вместо не занимала потому что это все новое в основном честно говоря на кухне я предпочитаю или бумажные полотенца или старые полотенца тряпочные там махровые ну и по прочие тряпочки плюс из фикс прайса которые покупаешь но например вот вот это я обнаружила это можно использовать как как полотенце или как скатерть ну то есть очень символично поэтому не знаю у меня ванная зеленая но я там все предпочитаю мятная цвета морской волны но в принципе на новый год вполне можно вот это вот использовать наверное будет прикольно как вариант потом вот это я хочу использовать на новый год это тоже новенькая потом это тоже что-нибудь сделать тематическое потому что прихватка и еще вот такое полотенце я его положу в общем в коридоре у меня там около кухни два и киевских шкафа где я храню как раз таки кружки чашки бытовую технику и тому подобное вот ну вот это я все-таки еще предложу ученицы как такой вариант потому что с одной стороны эльфики они конечно зелюсь у них там колпачки могут быть зеленые красные такие яркие но целом это тоже как бы как один из вариантов помимо этого я тут нашла опять же для себя вот такую ткань с оливкой то есть тут можно все это подшить далее вот такое полотенце ну если вот с тиграми это точно у меня как бы может быть как полотенце так и скатерть то вот этот летний вариант можно взять на дачу у меня там уже мое и киевское полотенце заюзали так что им пользоваться не буду а с этим буду аккуратнее будет только мое она огромная у меня вы знаете такой круглый пляж плед для пляжа виде мандалы мне хотелось какой-нибудь красивое полотенце вафля отлично впитывает поэтому вот такая красота у меня будет хотя конечно учитывая все наши сегодняшние ограничения вообще не факт что она пригодится но будем оптимистами по жизни да что дальше я нашла а вот такая тема тут тоже оливки как раз вот к тому отрезу и тем более что здесь есть вот такая прихватка в наборе и даже целых 2 так что тоже положу ну и на новый год вот такое полотенчик а можно использовать красивое ну конечно на кухню руки выйти вытирать являет не положу а вот ванную для разнообразия чего бы не не положить не повесить точнее для лица то для тела как для разнообразия вот что тут еще то имеется оказывается два полотенца даже ну ничего себе и они по-моему разные по цвету ну да значит вот у меня на кухню подходит как зеленая так и голубой наверное вот это можно на кухню повесить это ванну так что это я вытаскиваю а тут у меня оказалось кучу всего вам видите из фикс прайса накуплено всякие вот такие штуки интересные у меня тут еще сейчас покажу вот в этом пакете тоже массы всего из фикс прайс вам целые вот вафельные полотенца нашла это все еще когда было совсем совсем дешево так что сейчас буду снова все это дело в вакуум и буду еще искать в общем в поиске пока продолжаются а я тут заглянула хочу показать вам когда-то я уже перебирала эти залежи тут у меня шерсти для валяния и всякие такие вот моточки разной шерсти ну желтая отсюда уже взяла а так вот у меня есть видите для валяния такая коричневая и вот это и темно-зеленая вот эту вот это такая зеленая еще наборы покупала там разные шерсти понемногу ой это вот как раз надо сейчас показать ученицы а это я когда мыло вареньем занималась я еще буду заниматься мало вареньем но я поделала мыло на заказ как вы знаете вот и покупала фикси вот такие корзиночки я там вот с мишками зайчиками я в них мыло маленькое такое складывала там детское знаете виде всяких фруктов овощей тут вот у меня еще шерсть надо будет разбираться мешочек подарочные там тоже что кстати а что там даже интересно что там у меня еще лежит что-то такое а вот сапожок лежит тоже из старой коллекции это тоже когда-то фикси покупали не знаю зачем нет но у нас еще синие такие вот синие я сейчас использую а вот эта шаль которую я не довязала я раньше вязала шали на заказ это вот у меня уже заготовки все это надо сделать в одно единое целое пользовались популярностью вот такая красота а здесь я еще нашла эту как она называет в общем забыла написано запекаемый пластилин но вы меня поняли тоже имеется и почему-то лежит здесь а тут всякие такие еще нитки ну вот я из них вязала потом вот это на пасху тоже для всяких всякого там декора чё только нету еще вон покупала какие заготовочки фикси то меня тут все видите в таких чемоданах на шкафу мы купили чтоб все как бы не выделялось и выжигательный аппарат имеется блин пыль надо протереть но я в эту комнату редко захожу я на волдыри заказала пряжу жду но привезут ее где-то числа 27 я буду увязать себе на новый год гольфы тут я вам показывала как-то в хобби влоге что я вспоминаю как носки вязать ну в общем это самая такая на двух спицах простая вязка в общем вспомнила освежила в памяти то есть вот я их довязала теперь их надо в принципе шить но у меня на носки имеются в большом количестве вот поэтому я их вязала чисто для того чтобы вспомнить поэтому я не буду портить пряжу но в плане еще как бы обрезать тому подобное и соответственно сшивать скорее всего я распущу и пряжу уберу пущу на что-нибудь другое вот потому что именно мне нужно было просто освежить в памяти как она ну в общем все нормально все получилось я в целом довольна да и плюс я еще вспоминала как делать это вязать косичку узор вот но я тут так баловалась сегодня утром вот так вот получается ну нормально как вот она косичка поэтому как как-то так да я вам не причесана сейчас я вам еще покажу в этом влоге процесс изготовления гномика ну точнее не сам процесс а на какой стадии сейчас все это находится сейчас я сделаю ему вот такой нос тут еще будет ну нос я прямо валяла максимально здесь бы еще валять хорошенько то что где-то прям вот здесь суперски а здесь еще требуется увалка потом будет здесь борода дальше я посмотрю глаза предполагаются что они как обычно под шапкой спрятаны но я думаю может быть наваляю еще вот вот этой синей шерстки здесь но не факт а ну и ручки конечно же надо будет ему сделать и у меня есть помимо обычной шерсти для валяне еще такие нити ну вообще по моему они используются я насколько припоминаю их использовала при мокром валянии но по моему можно как-то привалять если получится то вот эти нити я здесь для украшения сделал общем будет у меня такая милота все он хорошо стоит но я тут еще в процессе уваливала и мне кажется вот вот здесь надо подвалять поровней пока нос кажется большим но по факту он таким и должен быть такой вот гномик пожалуй это видео буду завершать если она вам понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик чтоб не пропустить новые видео благодарю вас за просмотр пока пока